Осенью 2002 года, на фоне всех этих событий, в общем, случилась, ну, ближе к концу уже года, такая, в общем, малоприятная ситуация, связанная с группой Юг. С группой Юг вообще взаимоотношения Репрекордс можно, конечно, сказать, что Костя там строил все время лейбл, выставил возобновление работы лейбла, как работу с группой Юг персонифицированной, скажем так. Во многом успех группы Юг связан с успехом Репрекордса, наоборот, в общем, всегда группа Юг стояла во главе и в углах, в списке занятий лейбла, там, гастроли, которых, конечно, было не так много, но так или иначе, там, продажная, работа с прессой, какая велась там, в общем, это все было ориентировано прежде всего на Югов. Были поползновения, в том числе и со стороны Володи Федопонтова после преснопамятного 113-бола, тогда он пытался каким-то образом наобещать им золотые годы, как я так понимаю, по себя, но, в общем, не получилось ничего на тот момент. А в конце 2002 года, как оказалось, разговоры такие велись со стороны уже Лейбл Респект Подальше и Аркадия Сулсковского. В общем, достаточно дружны были в тот момент группа Каста и группа Юг. Ну и, в общем, достаточно, скажем так, неплохо все было у группы Каста с точки зрения появления ее клипа в телевидении, на телевидении, гастроли каких-то, там, работа с прессой. То есть вот это вот, так сказать, атрибут вот этот публичный такой, в группе Каста присутствовала, в группе Каста была узнаваема для, ну, как бы, синонимов слова русский рэп какое-то время. И, наверное, Каста остается сейчас. В группе Юг, конечно, такого не было, была относительная свобода, были творческие, были, там, какие-то, там, вещи, независимость, более-менее прозрачность. Ну, как бы, я понимаю прекрасно, почему хотел сделать шаг вперед именно как исполнитель, попробовать с клипом, с какими-то, там, интересными обещаниями. И я, в общем, наверное, не проектуичил в то время, в общем, я наверняка мог потратить деньги, которые у нас лежали на создание студии и на организацию офиса. В офисе можно было вложить, например, в другое какое-то дело, там, снять действительно какой-то дорогой клип. В общем, на самом деле, как бы, время показывает, что дело, конечно, не даже в количестве денег, а в знакомствах и в правильной постановке задач. И, в общем, можно было, я думаю, заморочиться и сделать что-то так. Ну, в общем, в тот момент мне казалось, что важнее создание офиса, студии, какого-то, какой-то платформа базовая, которая позволит развиваться дальше, писаться и так далее. Оказалось, что, ну, видимо, в тот момент, в какой-то момент мы какие-то вещи обсуждали вместе у нас, такие были небольшие учреждительные создания, скажем так, которые были связаны с развитием. Ну, с ходом времени этот контакт, видимо, сходил на нет, и внутри группы Юг было принято решение покинуть Репрекордс, воспользовавшись предложением Аркадия о выпуске альбома или нескольких альбомов, я там, как допустим, конечно, не знаю, на Respect Production. В общем, поставлен в известность я был достаточно малоприятным образом, только из очередных студийных дней, я, в общем, в тот момент работал допоздна. На студии что-то у нас такое происходило, и приехали кит с Мэфом, и, в общем, по ходе так в разговоре сказали, да, кстати, вот мы согласились на предложение Аркадия. В общем, чем поставили меня, конечно, в ступор в такой очень серьезный, это было для меня такое большое потрясение. Ну, и достаточно хороший урок, на самом деле, жизненный, потому что не то, чтобы я с тех пор не доверял людям или там что-то еще, конечно же, это не так понятно, что каждый ищет место под солнцем, и желательно где-то солнца побольше. Это, в общем, логичное желание, просто я, если говорить вот именно о себе, о своих ощущениях, я, наверное, после этого научился не складывать все яйца в одну корзину, потому что, как бы, замыкая вот это все на, в том числе и на группе Юг, в общем, я рассчитывал, что на студии будет работать кит, в общем, вам будет определять ее лицо, работать там с исполнителями, продавать инструменталы, заработать как звукоинженер, и, в общем, я считал, что это мнение разделяет, например, кит, и что вот развитием студии, развитием рок-рекордс можно будет развиться вместе во что-то большее, и там, предложить что-то группе Юг, может быть, через некоторое время, вот, когда я по плану там своему отбивал эти деньги вложенные, мы бы там снимали какие-то клипы, но конкретную, там, конкурентное преимущество Respect Production в наличии бюджета стартов больше, чем у меня, оно, видимо, сыграло свое, плюс красивое, там, обещание чего-то большего, вот, и надо отметить, конечно, что все эти события, а еще и действительно, что у меня был такой подход, скажем так, как бы так сказать-то, ну, действительно, в общем, я пересмотрел отношения к этому всем, более того, более того, скажу, что, вот, если этого я даже подумал о том, чтобы прекратить заниматься, потому что, в общем, не то, чтобы было великое разочарование, ну, очень тяжело было понять, куда двигаться дальше, и, в общем, чем заниматься, как развиваться, и что, что именно будет движущими, движущей силой вот этого Рэп Брэйкерс следующим, то есть, надо было как-то пересматривать концепцию, все это делать, в общем, на осмысление этой ситуации мне потребовалось, наверное, месяц, то и полтора, и где-то в 2003 году, к началу, у нас такой был перелыв, вот, как раз до конца года, потом, с начала года, там, месяц или два, был достаточно такой туманный, туманный, потому что с мистерией мы уже не работали, там, по каким-то определенным причинам закончилась совместная работа, или, там, просто прекратились вменяемые продажи наших релизов, я уже, честно говоря, не помню, и за это время, в общем, я так прочистил мозги, скажем так, как-то так подумал, что будет дальше происходить, ну, и как-то так определился, скажем так. По-моему, в марте, или в конце февраля 2003 года, я поехал в Монавит, у нас такое интересное было, в Монавит я тоже поехал по той же причине, по какой мы поехали шестью месяцами ранее на квадродиск, оттуда достаточно тоже, там, с какой-то историей выгнали, ну, прекратили работу с Владимиром Фиропортовым, в общем, вся информация была достоянием общественности всегда, поэтому мы пошли туда, к руководству, пообщаться на предмет работ совместной. Я пообщался с Прониным, и он меня отвел в отдел, в отдел, торговый отдел компании Монавит, там тогда заправлял покойную ничью Лёне Цитаренко, который с интересом послушал мой рассказ о том, какие мы крутые, с интересом посмотрел компакт-диски, когда мы выпускали на различных дистрибюциях, и, в общем, спросил, что у меня есть, и что, в общем, меня интересует. У меня на тот момент было три готовых релиза, это был долгожданный, долгожданнейший альбом «Злого духа», 800 километров, потому что, в общем, со «Злым духом» у меня там отдельная история, они там этот альбом три года мне везли, попутно выпустив, переиздал выход в опять у Ферапонта, вот, у меня лежал второй альбом «Фиста» и первый альбом «Вайджи», «Рифмит». У меня было три релиза, в общем, с них я начинал, хотя планировал начать сотрудничество. Ну и, в общем, как, я сказал, что вот хочу, в общем, какие хочешь, как ты это все издавать, меня в тот момент устраивали там смешные суммы в 35 центов за бумажку, вкладку «Компакт-диск» и 13 центов вкладка «Кассети», это, конечно, было ниже рыночной стоимости, но у нас тогда хоть чего-то надо было начинать. Я-то, в общем, «Монолит» устроил, потому что мы согласились считаться по продажам, согласились, что через какое-то время мы можем пересмотреть эти суммы в пользу увеличения в случае успешности нашего предприятия. И, что немаловажно, договоренность была о том, что мы можем забирать любое количество, которое нам понадобится нашей продукции по закупочным ценам, по минимальным закупочным ценам. То есть, таким образом мы, скажем так, поддержали уже классическую нашу локальную дистрибьюцию и вывели ее, скорее, даже на новый уровень, потому что, в общем, у нас организовался таким образом, наверное, крупнейший независимый рэп-склад, скажем так. Это было перспективное направление, я это прекрасно понимал, поэтому, в общем, это было немаловажно. И Титаренко пошел навстречу с этим, ну и как котенка кидают в воду, выплывет, не выплывет. В общем, он сказал, что мы три релиза поставим в один день и посмотрим, что там произойдет. Вообще, на самом деле, это, конечно, вот здесь сейчас об этом думать, это непременное убийство, конечно, какого-то хотя бы одного, а то и двух из трех проектов, потому что просто в один релизный день столько рэпа, и при том, что там не так много его в то время еще выпускалось, это достаточно была такая проверка боя, скажем так. Но, к нашему счастью, все три релиза показали себя очень замечательно. Там, лидер, конечно, был Злой Дух, которого по сумме там отгрузили кассеты дисков, наверное, порядка 20-25 тысяч, наверное, экземпляров. Там было дисков тысячи, три-четыре, достаточно много кассет. Хорошо он там пошел по кассетам. Достаточно неплохо стартанул в IG. Там тоже в районе десятки кассет было отгружено там в первые несколько недель. Ну, феста там с дисками нормальная была ситуация. То есть, в принципе, три релиза достаточно хорошо и уверенно себя показали, что, в общем, когда я пришел уже там, скажем так, смотреть результаты, и приносить какие-то следующие проекты, реально просто скажу, что вот есть следующий месяц, вот релизные даты, ты нам просто говоришь, что ты хочешь выпускать, мы их ставим, выпускаем. То есть, мы получили кредит доверия, и это было очень немаловажно, потому что, в общем, в тот момент у нас было достаточно много релизов, которые мы могли выпускать, стать проводником этих релизов. И это было достаточно интересно, и с вот этими открытыми датами, большим количеством дат, мы, в общем, могли выходить как бы на новый уровень развития, скажем так. Приближалось лето 2003 года, и произошло такое следующее событие, достаточно важное в жизни лейбла. Мы с Костей Крыжом, в общем, уже прекратили там находить взаимопонимание окончательно. Я, в общем, не то чтобы был зол на него, может быть, но как бы у меня было такое нехорошее, скажем так, непредубеждение вообще, ну, кто узнает Костя Крыжа, знает, что он достаточно такой сложный человек, в общении, ну, и тем более в работе, в общем, это как бы специфика такого характера, может быть, ничего плохого там нет, просто вот такой человек, если как бы принимать его таким, но на тот момент много было слишком таких негативных вещей по этому поводу, потому что, скажем так, мне не давала покоя фраза одного из участников группы Юг, который, в общем, в какой-то момент чуть ли на мне был, ставился, я, честно, я не помню как это, то ли мне еще до того, как Юг ушел, мне ставили такой ультиматум, что либо мы, либо Крыж, либо по факту ухода, там была такая брошенная фраза, что, в общем, мы бы с удовольствием остались, если вот не персона Костя, потому что, в общем, достаточно натянуло отношения, в общем, с людьми, было такое, ну, и надо отметить, что у меня, в общем, был такой персональный тоже кризис, был связан, скажем, с окончанием первого года супружеской жизни, такой достаточно тоже кризисный момент, и, в общем, скандалы, ну, по-моему, все его проживают, ну, либо не проживают, удачно они проходят это, и просто, скажем так, скандалы дома и симптоматичные скандалы на работе, это, в общем, уже подбешивало, потому что было достаточно тяжело это все воспринимать, надо было где-то как-то ослаблять ситуацию, в общем, было понятно, что надо ослаблять на работе, и ценой каких-то неимоверных усилий, долгих каких-то там сложных переговоров, перестукиваний из соседней комнаты в соседнюю, там, в общем, было, в общем, так, достаточно все смешно, но как-то так мы умудрились поделить сферу интересов, не остался лейбл, который, в общем, я какое-то время, там уже треть года успешно, скажем так, заправлял. Костя забрал себе интернет-магазин Repland, который на тот момент вышел на валовые продажи что-то раньше 60-70 тысяч рублей в месяц, ну, то есть, почему-то мы занимались там плотно, наверное, полгода, может быть, год, и перспективы там были, конечно, потрясающие, на самом деле, это то, чем сегодня занимается G-Music, а после того, как Костя, в общем, бросил заниматься этим там, через некоторое время возник Муз-Маг, ну, то есть, достаточно перспективное направление, Костя решил его не поддерживать, хотя в тот момент он забирал его как что-то перспективное. Что же там еще было? Понятное дело, Repress, который тоже был таким, скажем, яблоком раздора, поскольку пресловутый 13 номер у нас торчал вообще очень долго, и, условно говоря, мы не, поскольку бюджет был совместный, то мы никак не могли, а я не хотел и не делал возможное выделение вот этого бюджета на печать журнала, поэтому, в общем, тоже был такой камень преткновения в наших отношениях. Поэтому вот так тихонечко расписали, что и как. Вначале сидели в соседних комнатах, как разные уже компании, потом в какой-то момент, когда возник вопрос о задолженностях за субаренду какую-то, там тоже был очень смешный подсчет, и кто что, кому должен. Такие смешные. Костя просто как-то в какой-то момент красиво и тихо съехал. Таким образом, на Репреккерс остались мы с Сашей в здоровом офисе. Ну, в общем, перспективы были более-менее интересные, потому что Монолит достаточно исправно продавал наши релизы. В общем, было, ну, не то чтобы опасение, а, скажем так, Костя грозился забрать у меня артистов. В тот момент я как раз уже в рамках моей новой концепции о том, что надо развивать лейбл, прирастать, скажем, регионами, перспективными, интересными командами. Поэтому был подписан «Злой дух», спустя какое-то время был подписан «Мои мечты». Мы, в общем, занялись там, мне интересно было, молодыми. На тот момент DCAMC мы выпустили, я там предоставлял в студию, они писались. Выпустили «Милитари Клана» дебютник. В общем, и с мейджорами, скажем так, у меня определились. И у Костя, который стремительно организовал «Repland Music», зачем-то, потому что вот лично я бы на его месте, конечно, все-таки сосредоточился бы на интернет-магазине, но, в общем, видимо, Костя захотел построить что-то параллельно. И были какие-то поползновения, кого-то утащить. Ну, в общем, из тех артистов, на которые я рассчитывал, которые работали со мной, все остались со мной. В общем, можно посмотреть, так все и было, несмотря на какие-то обещания. Шло время, мы вышли в осень, релизов у нас было очень много, и 2003-2004 год – это прежде всего годы для меня личных экспериментов, потому что у меня были возможности, которые, в общем, поддерживал «Монолит» с удовольствием, выпуская практически все, что я им приносил. Не было такого, что они что-то зарезали, и там даже какие-то проекты, такие, скажем, не очень понятные, может быть, с каким-то там непонятными обложками, все равно, в общем, это все пропускалось, с небольшими тиражами мы продавалось все. И за 2003-2004 год мы выпустили там самое большое качество релиза в эти два года, вот прям можно описать, в третьем году мы выпустили 24 релиза, в четвертом году мы выпустили 23 релиза, это не считая наших сайтовых каких-то проектов, которые, в общем, мы тоже занимались там, для кого-то что-то создавали, какие-то сборники, какие-то еще помогали кому-то выпускаться. Было интересно посмотреть, вообще прокачать все. В тот момент было очень много талантливых групп, которые, в общем, не имели возможности выпускаться. По сути, на тот момент из активных лейблов были мы, респект и неотстой. Володя, конечно, с Ферапонтом занимался совершенно своими какими-то непонятными делами, Аркадий сосредоточился на нескольких группах, были попытки все-таки там сделать лейбл. не как лейбл Кастер, об этом я чуть позже расскажу, об этом желании. Респект продакшен. Ну, а мы, в общем, по принципу, что перспективным командам надо дать, скажем так, шаг, сделать шаг вперед. Выпустили очень много всего, вот прям можно смотреть. Вот. Мы дали как бланш-карандашу, который переехал в Москву, там приобрели компьютер, на котором он записал оценку 99. Вот первый альбом Крандаша, это 2003 год. Дебютник Мэри Джейд, тоже долгожданный, из белого листа, который переписывался без сета, года полтора. Дебютный альбом Умбряка, опять-таки, Брокен Саунд, тоже первый альбом. Невский бит, альбом, который мне привез Марат, как-то, там, все в склад, смотрим дальше. Сольники участников района, сольник Ванища, другие эмоции, которые сейчас, как ясно начинаю перечислять, там, группы, которые оттуда вышли, очень долго. Стакан, мы даже начали экспериментировать, и позволили себе выпустить в пудру Раджа, и это вообще, для, скажем так, официальной дистрибьюции, такие вещи всегда выходили, там, какие-то дигипаков, со сольными усилиями, исполнители, а тут, в общем, мы засунули эту дистрибьюцию. Я помню, когда мы впарили этот проект на Украину, компанией МОН, они тоже, в общем-то, в какой-то момент без оглядки брали релизы, в общем, пришло такое письмо, что, ну, вы даете, как же мы это будем продавать? Ну, так или иначе, рискнули, и, например, вот мне, ну, я, скажем, не ограничиваю себя какими-то рамками, и даже если что-то не слушаю, не понимаю, не считаю, что это не может иметь место в общей, в общей системе координат, то есть, например, поэтому, наверное, я позволил себе проэксперементировать, выпустить дебютный альбом контейнера. Я не ожидал, что, конечно, это вызовет такой вау, скажем так, подражаний свитых, потому что, если контейнер действительно был чем-то достаточно интересным, минимизирование вообще усилий по производству музыки, такое-то мрачитое, небрежность создания, это что-то было такое новатерское, очень модное тогда по-американскому слову, потому что в Америке вот там Деграун как раз начал отделяться, но контейнер, как бы, были, получается, первыми официальными, вышедшими вот такой группой с таким материалом, я не ожидал, что появится просто безумный вал вообще интернет музыки, схожая очень, которая, в общем, не будет уже ставить качество вообще в угловую угла и, в общем, решит, что можно делать и так, то есть тут как бы обратная сторона медали, что, наверное, я спровоцировал интерес, не то чтобы интерес, а вообще развитие на несколько лет вот такого направления в музыке, в рэке, но вот так или иначе, может быть, конечно, не надо было поддерживать и выпускать второй альбом, это другая песня, конечно, тут непонятно, но вот это все мы выпускали в это время, более того, пометую о наших сложных отношениях с Respect Production, у нас были такие локальные рубилово за каких-то артистов, можно, конечно, вспомнить, как зачем-то Respect выпустил третий альбом Гекка, можно вспомнить, зачем я выпустил второй альбом и K-Players, то есть это все тоже было так, в общем, с таким, очень жестко все эти, цеплялись за возможности, абсолютно понятно, почему, например, Respect выпустил Da Bump, то, что было, в общем, там даже думать не надо очень долго, ну и показательная история, которую я хочу рассказать, это про Крэг и Смоки Мо, в конце, в конце, сейчас посмотрю, в конце третьего года мы делали постоянные вечеринки в Даунтауне, часто там делали релизы, как сказать, релизы, презентации альбомов, которые у нас выходили, и в один из каких-то зимних дней мы притащили из Питера он Бряка, Бряка, на презентацию на данный повод, Бряка скажешь, что они приедут со Смоки Мо, Смоки Мо я знал еще с какого-то рэп-мюзик, когда он был участником команды династии Ди, но находился так несколько в тени лидера династии Ди Полика, то есть, в общем, Полик был всегда такой активный, организовал какие-то вечеринки в Питере, нас привозил несколько раз, а Смоки Мо всегда был такой тихий, интересный паренек такой сбоку, ну, было бы, вот, и приехал Смоки, и Струщ, я помню, сказал, что вот Смоки прочитает трюльчок там с нами, да никакие проблемы, в общем, формат разрешает, и Смоки дал в даунтауне жару, Смоки Мо произвел на меня, конечно, неизгладимое впечатление, он выступил с песней Ноздры, в общем, даже на концерте с плохим даунтауновским звуком, в общем, очень сильно удивил меня, скажем так, потому что была потрясающая какая-то энергетика выступления небольшого этого, и я выпросил у нее этот трек на сборник новостей в тот момент я начинал новую венею, и очень заинтересовался, конечно, материалом его, в этот же момент, я так понял, в этот приезд, он отвозил диски, он с удовольствием дал мне там какие-то демо-работы, я, в общем, цепился за эту песню, и как-то пропустил там другие песни на демо-диски, насколько я помню, мне потому что так очень понравилась эта песня, этот диск же попал и был завезен на «Респект», где Аркадий же в свою очередь зацепился очень за Германа и Патрика, которая, конечно, тоже достаточно мощная песня, скорее всего, она, конечно, главнее хит на альбоме, но это вот вопрос первого ощущения, мне понравилось там. И в следующий приезд, и, в общем, мы, я так понимаю, что «Респект», что «Респект» «Подавшина» с интересным, в общем, мы ожидали момента окончания записи альбома с «Мокимом», потому что было видно, что это какой-то такой новый, новый глоток свежего воздуха, скажем так, потому что это достаточно было неинтересно, необычно и свежо. Спустя несколько месяцев в Москву приехал «Фьюз», какой-то то ли был концерт, я не помню, приехал со «Смокимом», приехали и ко мне и сказали, что у нас два альбома «Мед волшебства», «Акры», второй, и «Смокимом», «Каратур». мы хотим, мы придаем их оба за, конечно, сейчас, если это говорить, смешно, за смешную цифру в 3000 долларов. Мы хотим 3000 долларов сейчас получить, до альбома ставить, и следующее наше обязательное условие, что в течение весны 2004 года, а это было, наверное, в феврале, в конце, то есть за весной эти оба альбомы должны выйти, вместе, каким-то образом. Я помню, что в тот момент, вот, если я брал, смотрел на опыт, работая с тем же «Монолитом», было понятно, что на тех условиях, на которых работали с «Монолитом», было достаточно тяжело эти деньги отбить. Поясню, не было практики релизов в русском рэпе на тот момент, ну, кроме, может быть, вот там, ситуации с сигами, которые мы там сами продвигали, но вот, выпуская на «Монолите» релизы, ничего очень так внезапно и громко продающегося не происходило. Ну, то есть, например, был альбом «Злого духа». «Злого духа» была достаточно серьезная история выпускающая. И было имя судистрибьютеров, ну, то есть, некоторые имена всегда озвучиваются, кто там, менеджер, который знает какие-то группы, и было понятно, что вот этих отгрузят столько, а группа, которая ни о чем не говорит название, они, скорее всего, отгрузят, ну, чуть-чуть, то есть, какие-то там были такие, ну, одна, может быть, две тысячи с Украины, там, две пятьсоте дисков, до трех, там, вряд ли, это сумма, когда-то доходило, еще какое-то количество кассет, которые уже к тому времени начинали уменьшаться, и тиражи, для того, что меньше просто продавались кассеты, сейчас уже совсем не продавались. и, в общем, три тысячи долларов, вот эти искомые, проецирую их на средние продажи, релизов, которые дистрибьюторами ничего не говорила, они, как бы, конечно, были таким, для меня, такого всего, себя независимого, были таким грузом, ну, то есть, это уже был вопрос, я тут думал, не заработаю я или нет, а насколько это будет интересный имиджевый проект для лейбла Рэп Рекордс, потому что было понятно, что Smokey Moe это однозначная сенсация 2004 года, а Crack, ну, я помнил, что Crack продали там тысячу дисков, ну, с первым альбомом, количество кассет, ну, и какого-то хайпа такого, ну, я не слушая альбома, не испытывал никакого там особенного ажиотажа по этому поводу, и не думал, что он будет такой, был в сети, и где-либо еще. Поэтому, поэтому я так прикинул, и, в общем, предложил ребятам, что я соглашусь на это, но, в общем, мне нужен какой-то третий релиз, можно какой-то сборник, чтобы запустить, вот как-то попиарить перед релизом эти проекты, потому что не Crack, не Smokey Moe, к дистанутам на данный момент ничего не говорили. В общем, это была такая вынужденная мера, чтобы у меня просто хаваться, и чтобы какого-то будет пиар при релизе. Я помню, что Фью сказал, что да, мы поняли, мы не сильно хотим в том, что-то делать, ну и, в общем, может быть, мы сейчас подумаем, съездим к Аркадию, поговорим с ним, что он там нам предложит, и, если что, вернемся к тебе, договоримся по поводу этого третьего релиза, но вот и учти, что мы хотим вот Smokey Moe и Crack выпускать там чуть ли не на одной неделе. А это уже, в общем, на тот момент было действительно убийство релиза, потому что как бы очень тяжело что-то выпустить, они бы съели друг друга достаточно из-за тематичной релизы. Они уехали на Респект, и, в общем, я узнал, что Аркадий там моментально достал эти 3000, отдал их, и они поехали там эти деньги тратить. Аркадий взялся выпускать с Smokey Moe с Crack. Ситуация там была такая же, в общем, мы все, конечно, жадно смотрели на Smokey Moe и Crack, понимая это, шли как бы паровозиком. за Smokey Moe на Респекте переделали обложку Смоки, и, насколько я помню, там была большая проблема с переделкой обложки Crack, оригинальную обложку, с которой Crack в итоге через какое-то время вышел, сделал скальт, а те варианты, что предлагались штатным дизайнерам Респекта, их никак не устраивали. Когда с Smokey Moe в общем, вы хотите спокойно такие вещи, насколько я помню, отношиться. Ну и через несколько месяцев, как и обещалось, весной вышел Smokey Moe, он продажа, конечно, не призвало никакого впечатления. я помню, что он вышел один день с Ваничем, и почему я могу говорить, он тоже вышел на Монолите, потому что Юг, например, вышел на Монолите, в общем, мы примерно знаем цифры, верните, тарелки их озвучили периодически, в общем, это был не секрет. и у Ванича при заказе, поскольку у него там был выход передателем Меритариклана, в общем, какие-то сборники выходили по Тезерфлэйву, на несколько сотен дисков были больше продажи, чем у Smokey Moe, ну, Smokey Moe потом до продажи как-то там уже пошли, ну, через, спустя там полгода, может быть, даже год, но на тот момент это было очевидно, что такой имиджевый проект, потому что была очень хорошая пресса, ревиза, действительно, был очень интересный проект, и было понятно, что Respect, видимо, подписал параллельно договор со Smokey на несколько альбомов и как бы рассматривает это дело на перспективу, на следующий альбом. Что касается Cracky, надо было как-то, видимо, избавляться от не очень нужной обузы, там была вот эта свистопляска с обложками, в итоге насколько я понимаю Cracky прюмнули и просто не предоставили мастер и как бы сделали вид, что они ушли оттуда. И тут получилась интересная ситуация, поскольку альбом уже ожидался, Smokey Молл произвел такой эффект разорвавшейся бомбы, и было понятно, всегда там произносилось, что это Kitchen Records, кухня, и вот что параллельно есть еще альбом Cracky, который скорее всего такой же интересный, а то может быть и более интересный, чем сам Smokey Молл, и не выход альбом в обозначенные сроки, конечно, подогрел к нему безумный интерес, вот эта задержка на полгода релиза, она как бы прям взбодоражила общественность потрясающим образом, и летом 2004 года мне опять по-моему Ваське или так позвонил Фьюз и предложил говорить выпустишь нет волшебства за 2000 долларов, я говорю подожди, а в общем мы уже как бы получили за него деньги, он говорит не, это не сильно важно, в общем там у нас не были выполнены какие-то обязательства о выпуске вовремя, поэтому мы не считаем обязанными соблюдать это все дело, поэтому давай выпускай, подумай, будешь, не будешь, вообще я так прикинул надо ли мне вот это понятно, что Аркадий эти полторы тысячи не оставит просто так, насколько мне надо было это в это вписываться, и что-то я пока взвешивался за и против, поступила информация, что какой-то но некий лейбл из Питера заинтересовался этим делом, выплатил эти две тысячи и скоро и собирается издавать не волшебства, это было уже осень 2004-го, в Питере с своей дистрибьюцией на Ленинградский, ну на местный регион, и они планировали выход на какие-то московские дистрибьюции с целью продажи альбома дальше. и тут были два подводных кламня, альбом начал сразу хорошо продаваться, потому что действительно публика была достаточно так разогрета с Макимо, который явился таким застрельщиком этого успеха, скажем так, первым вагончиком, и так получилось, что Медиатон обратился в Москве в CD-Land, а этот дистрибьютор имеет, его руководство имеет достаточно отношения хорошие с Аркадием, и Аркадий каким-то образом заблокировал продажи этого альбома, поскольку вот висела, грубо говоря, задолженность. Но, насколько я помню, Медиатон, воодушевленный продажами в своем регионе, в общем, выплатил этот штраф, и, насколько я понимаю, отгрузил там какое-то гигантское количество дисков, сколько вот я слышал слухов, суммы назывались там от 20 до 30 тысяч дисков. Я, поскольку мы в тот момент Медиатон только начинал заниматься рэпом, они после этого успеха стали очень много набрали проектов в себе и надо было им как-то меняться, там у них были точки, они пошли на нас, мы стали менять свои релизы, на их релизы, и у нас поскольку релизов было много, а у них не так много на тот момент крэков, мы в общем на нашей локальной дистрибьюции отгрузили дебютного альбома, вот Саша мне не даст собрать, сколько мы там продали нет волшебства, пару тысяч точно, пару тысяч точно, это только через нас, только вот нашими локальными усилиями, то есть без каких-либо там дистрибьюторов, в общем и тут произошла следующая интересная такая песня, вот такой хороший старт медиатона спровоцировал сам медиатон, еще один лейбл, который возник чуть позже, стереозвук, на такой вал хип-хоп релизов, они изобразили примерно то, чем я занимался в 2002-2003-м, когда выпускал практически все интересное, что мне приносилось, ну не совсем все, ну что так было интересно, более того, считаешь, видимо, что весь хип-хоп обязан продаваться так, ну видимо, хотелось, чтобы так было, немножко не забрались, что есть исключение из правила, есть все остальное, они набрали очень много групп себя, просто более того, не стеснялись, в общем, выплачивали достаточно большие гонорары, вперед, которые, в принципе, через некоторое время, как я понял, сам-то медиатон сгубили, потому что, во-первых, они повысили планку стоимости музыкального материала, ну то есть, это тоже, конечно, полкагу в концах, с одной стороны, как можно оценивать стоимость музыкального материала, вот с точки зрения исполнителя, конечно, там, бесценен, ты в него вкладываешь душу, сердце, годы работ, а с другой стороны, есть определенный спрос на этот проект, который, в общем, можно спровоцировать каким-то средствами массовой информации, но, скорее всего, он достаточно определенный, зависит от ряда факторов, и вот этот вот искусственный рост, он, как бы, спровоцировал такой небольшой коллапс, потому что все даже молодые какие-то команды совершенно имеющие знакомых, которые общались с Медиатомом, стали считать внезапно, что этот альбом, который они еще когда-нибудь запишут, когда-нибудь запишут, минуточку, да, вот, и молодые команды еще с незаписанными альбомами порой начали считать, что вот они уж действительно стоят никак не меньше, чем кто-то там еще цены, в общем там за каких-то молодых команд достигали каких-то колоссальных, конечно, вот для этих команд сумм, и что интересно, Медиатом, в общем-то, в какой-то момент опомнился, потому что они там выпускали какие-то интересные вещи, которые, в общем, приносили, которые, как по какой-то причине прошли ими у меня стороной, либо кто-то не хотел сам работать, либо там что-то еще, но когда вот прошло задирание цен, оно было спровоцировано даже не Медиатоном, а стереозвуком, который внезапно попытался насколько понимаю, Медиатон и стереозвук достаточно такие одинаковые по сути своей питерской конторы на тот момент, просто Медиатон как-то так удачно стартанул с хип-хопом и с крэгом, а стереозвук немножко не успел, и в попытках как бы догнать и перегнать стереозвук предпринимал какие-то отчаянные попытки, перекупая какие-то контракты, там как-то очень все было в Питере интересно, это все из Москвы особенно смотрелось замечательно, потому что смотрели какие альбомы выходят тут, нет, они уже выходят тут, тут уже вот такие суммы озвучиваются, и в общем там в четвертом году мы конечно с интересом как раз к этому времени наверное я хорошо кстати подошло очень потому что два года вот этих экспериментов с монолитом они в общем для меня выявили какие-то там принципы потому что действительно я определился с Костяком с кем хотелось работать с людьми которые более-менее доверяли мне которым доверял я там в общем понятно было почему не стоит заниматься такими экспериментальными порой непонятными проектами порой потому что ну это всегда очень тяжело порой артисту объяснить порой появилось новое слово паразит тяжело объяснить артисту почему его альбом продается не так хорошо как он рассчитывал я я как артист прекрасно понимаю что иногда обидно считаю что я уже достоин большего что должно продаваться такими другими цифрами а тут вот тебя ставят перед фактом что так и так и как то этим надо с этим надо жить дальше и быть человеком который пытается тебя с этим примирить каждый новый раз это достаточно тяжелая штука что есть люди с которыми общаешься и которые понимают вот эти реалии а есть люди которые немножечко этих реалей не понимают скажем так ну и мне стало понятно что надо работать с определенными людьми поддерживать отношения хорошие рабочие и в общем не стремиться объять необъят и как раз вот этот поток реализов питерских который уже перестал быть питерским потоком а уже реализил почти хип-хоп со всех наших уголков необъятной родины он как бы вот так еще так отвел от меня все это дело и можно было сосредоточиться на каких-то таких конкретных вещах там мы занялись карандашом к примеру там что-то у нас еще такое было злым духом сборниками нашими ну и само появление этих лейблов в общем очень приветствовалось потому что она действительно разгрузила нагрузку как-то стало так да и групп стало побольше вариантов куда идти и что делать вообще в это же время ну главное главное конечно что действительно наличие лейблов большого количества а сейчас можно говорить что получается что пятый шестой год это такой скажем ренессанс очередной хип-хопа для меня в общем пока я занимался этим скорее всего личное ощущение от 99 2000 года и вот как раз 95 96 как раз связанный с тем что у исполнителя 5 и 6 что у исполнителя была возможность не то чтобы выбирать но у нее была возможность релизиться потому что это наверняка была такая лебединая песня физических носителей которая сегодня к сожалению тихонечко уходит в небытие и чтобы продавать много дисков надо быть большой звездой конечно а тогда и сегодня скажем вот сегодня ситуация такая что физический носитель это уже опять опять удел немногих все чаще мы видим в сети интернет релизы все чаще альбом мы слушаем в mp3 формате нежели чем в варф формате чем на диске и я не буду говорить хорошо это плохо это плохо с точки зрения заработка артиста но может быть хорошо для его промо потому что если материал хороший он сегодня точнее поступит каждому слушателю может быть если слушатель конечно не утонет в этом информационном шуме который сегодня окружает его а вот шестой пятый год когда выпускалось много и в общем если даже вы посмотрите на своей полочке с дисками вы увидите что это самые продуктивные года когда все лейблы выпустили много всего и там действительно много интересных релизов много хороших таких тогда можно было попытаться поэкспериментировать например я посчитал что пришло время к примеру немножечко постебаться над этой тогда еще актуальной гламурщиной и в общем вложил аж 11 тысяч собственных долларов в клип Амиры Аромат Духов к сожалению там были такие специфические вещи которых я не знал что например камеру там подобрали не ту которую хорошо бы вывел цвет или что что то еще в итоге этот клип получился интернет клипом а не телевизионным как я бы очень хотел там я налетел скажем со своим клипом который доверил знакомым приятелям из Риги которые снимали его несколько лет ну и потом еще несколько лет давали деньги вот процесс кстати продолжается до сих пор но не попробуешь не узнаешь поэтому в общем я к этому так достаточно стоически отношусь надо было пробовать потому что если бы я не попробовал тогда и не получил хоть какой-то результат сейчас можно было думать о том что что то я сделал не так что то я не попытался сделать скажем так сейчас совершенно другая ситуация скажем сейчас интернет который тоже наверное в шестом седьмом году был пик интернет хип-хоп а сейчас поскольку его стало так много это на мой взгляд пошло на уголь и народ наоборот сконцентрировался на каких-то конкретных вещах то есть условно вот по сегодняшней ситуации можно посмотреть что есть например группа центр в рэпе для обывателя есть в интернете есть какой-нибудь сяло скажем да и это вполне хватает людям которые привыкли скидывать мелодии через блютуф из телефона в телефон перекидывать какие-то непонятные без тегов музыкальные файлы там вконтакте у себя это в общем сегодня музыка вот такая большое конечно преимущество сети но я бы даже не сказал что большое преимущество сеть спровоцировала желание артиста выделиться из толпы себе подобных так мы столкнулись с этим явлением как многочисленные бифы которые если раньше считались по пальцам одной руки это там какой-нибудь легендарный там еще из 90-х бифы там Хасан из Диуби к примеру или там в 2000-х Регалай с Валовым или там Юг и Джи Стайл какие-нибудь такие вещи то эти бифы были взяты на вооружение интернет-МС выиграли от этого только те кто этим занялись в первую очередь и то выиграли ненадолго потому что в общем сами же погрязли в этом гамне по ушам и вот этот вот батл-МС и батл-Рэп он в общем тоже это логичное пристечение из этих обстоятельств и надо отметить что практически все кто был были начинателями этого жанра сейчас в интервью или в своих песнях или в чем-то еще сходится во мнении что в общем моряб это что-то большее и писать надо не только об этом а как развивать тему и пишут уже более традиционные скажем так песни для русского хип-хопа это не сказать что плохие традиционные вещи в общем да мы не можем писать о чем-то непонятном мы пишем о том что нас окружает нас окружает по большому счету одно и то же можно подать аккуратно и красиво можно там образами можно какими-то конкретными рванными метафорами можно подойти к этому творчески скажем так но это вот это вот возврат в нормальный такой материальный рэп он логически проистекает от этого обилия интернет шума последних лет самое главное на мой взгляд если посмотреть на ситуацию со стороны что хип-хоп по-прежнему определяют люди моего поколения 30-ти лет все кто писался 10 лет назад 95% тех кто писался на студиях 10 лет назад продолжают этим заниматься кто-то это делает для себя не спорю кто-то делает это настолько специфично что нынешней молодежи просто непонятно но даже если смотреть опять-таки гайки группы центра это люди по 20 которые по 28 по 29 лет легалайзу 33 сереги 32 и прочим 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 Big Black Boots я не знаю посмотрите все все те передачи которые делал Саша там всем людям около 30 и дело не в том что нет каких-то интересных перспективных молодых они есть но нельзя же назвать например Noiser одного из самых интересных исполнителей новой волны скажем так человеком который прямо популяризует исключительно батл рэп нет у него достаточно традиционные но интересно подлинные песни и мне кажется что вот этот вот жанр на который все ругаются что русский рэп в какой-то момент был таким ругательством типа ты делаешь русский рэп ну дело в том что на самом деле в этом нет ничего плохого потому что действительно в стране в которой такое богатое литературное наследие настолько богатый русский язык действительно действительно тяжело делать рэп а-ля Америка в которой порой какие-то банальные совершенно вещи подаются под соусом чего-то интересного потому что русском рэпе очень тяжело пошли в песнях русском рэпе очень тяжело как бы так сказать не то чтобы понтоваться да наверное понтоваться потому что порой это звучит смешно это скорее всего всегда звучит смешно поэтому русский рэп это что-то такое философское порой и если развлекательно это тоже не глупо развлекательно главный главный наверное итог последних 10 лет 10 лет которые я приложил к развитию хип-хопов которые я приложил немало усилий это то что сегодня у слушателей есть выбор еще 7-8 лет назад выбора у человека слушающего рэп не было абсолютно он зависел от 10-15 релизов которые попадали к нему через друзей либо которые с трудом находились в магазинах кровь информации и так далее сегодня человек может выбирать что ему любо он может сегодня любить одну группу там не знаю быть фанатом какого-нибудь го-прэпа завтра он может поменять свой интерес и начать слушать что-то еще абстрактная метафора послезавтра он может сосредоточиться на уличной лирике или там о чем-то про наркотики сталкивался с этим или нет но у него всегда будет выбор выбор которого например у нашего поколения не было поэтому наверное наше поколение продолжает делать хип-хоп потому что ему интересно экспериментировать не замыкаться на чем-то одном не важно делают они это для себя или для кого-то еще подводя какие-то итоги я в общем о последних годах смысла рассказывать особо нет они вот происходили перед вами там никаких таких прямо скандалов интрига расследований не было что-то чего-то такого интересного может быть потом представится возможность через несколько лет опять по этому об этом рассказать и что-то всплыет интересное но на месте сегодняшних слушателей я бы конечно наслаждался бы моментом потому что их любимая музыка сегодня доступна как никогда она условно бесплатна ее очень много ее можно выбирать и пока эта ситуация не изменится и если все пойдет так грамотно и это 2.0 выплывет туда куда надо это позволит артисту как-то зарабатывать даже в наших непростых реалиях русских где в общем интернет релизы конечно ничего не приносит а физические релизы приносят каждым годом все меньше и меньше поэтому слушайте просто свою любимую музыку получайте удовольствие вот и все тут и закончим